А, да, огурчики, помидорчики и рябика. Всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня с вами Авигея и Яна. И сегодня мы с вами кушаем картошечка, котлетки с сыром, огурчики и салат. Волосок. Так. Ой, накладываем. Давай тебе. Мне, наверное, наймышка. А нет, вот все соусы, которые остались, убирай. Ну, когда у меня нет выбора. Нету выбора? Не подумала, мать, не подумала. Картошку запекала, как обычно, с паприкой, немножко остатки майонезика. Я сейчас сразу накладу. Я просто забыла, что нельзя. Там внутри, видите, уже сыр. Ой, сочная такая прям. Я уже просто забыла, чтобы тебя нельзя перебивать. А, сыр и колбаса. А че? Ну, все, наверное. Ай, нет. Ай, я аж прям... А ты... Курица? Да, курица. А она все, наверное, не готова. Не проготовилась? Не. Серьезно. Ну, значит, не ешь. Подожди, Евгения, не ешь. Я ее в духовке запекаю, я обжарила. Хватит? Да. Вот это сырое. Надо еще в духовке. Ну что, попытка номер два. Вроде все прожарилось. Я специально все прорезала, видите. Она внутри вообще с сыром. И вообще она с секретом. Котлетка куриная, с секретиком. Там внутри колбаска и сырочек. Горячий очень. Да? У нас еще есть салатик с авокадо. Ага, я рассказала. А, рассказала. Да, Виге же рассказала. Много укропа тебе положи, Слава? Слава положить? Да. Я сегодня была у ортодонта. Вообще болит-то голова. Так. У нас здесь еще вот эта вот капуста. Она везде продается. Я так понимаю, что она здесь очень популярна. А я думаю, что это сверка. Нет. Попробуем. Что еще я хотела рассказать? Сегодня я хотела к ортодонту. Ну, вы знаете мою историю с Зубаем? Да. Что он сказал? Что ставить. Пока ты будешь рассказывать, я лучше спорфлю. Да. Что ставить нижний брекет он пока не будет. Потому что это будет сильная нагрузка на сустав. Нижний, да? Да. И нужно проходить, будет скапать на верхнюю челюсть. Снять суставы это напряжение. А потом смотреть и ставить. Что мне понравилось? Что он сказал? В общем, мой ортодонт в России сказал, что ему нужно удалять зубы. Этот ортодонт здесь в Германии сказал, что надо смотреть, как станет челюсть. И потом смотреть, нужно будет удалять или нет. Эта точка зрения мне нравится больше. Нежели сразу удалять. Потому что своего ортодонта я уговорила. Поэтому я расскажу про стену, как мы будем. Еще одна высшая нас есть, да. Ммм. Больше усказываешь. Кстати, мы купили сегодня краску. И на клещи мне привезли. Сейчас покрасим стену. А завтра, если не высохнет, то, наверное, мы уже, может, и завтра. И, кстати, я потом это расскажу после этого. Ну, и мы покрасим, и потом наклеим наклейки, и потом все. Ну, и потом покажем в Инстаграм, как мы их делаем стенам. Угу. Угу. Можешь наклейки показать? Угу. А это лучше порвал не будет. А, ну да. Порвал есть. Я просто там порвала наполовину. И все. Не получится показать? Ну, получится показать? Я же вот порвала вот так, мне полыненько. Получится петель так удобнее, да? Ну, наверное, давай. О, мне садились папа танцы. Угу. Сейчас покажу. Как крыльякс. Ногу надо. И вот такое у меня есть папа танцы. Знаешь, что еще интересно? Он мне проверял челюсть. Ну, то есть у меня этот дончик засовывает пальцы сюда. Проверяют суставы. Потом сюда нажимают. Я это время открываю, закрываю челюсть. Первый раз мне он надавил на уши. И как-то вот здесь держал и говорил, открывай, закрывай. И вот тогда у меня было реально больно. То есть так мне больно. Ну, когда они трогают вот эти вот суставы мышцы, это очень больно. Ну, то есть они у меня напряжены постоянно и болят. А когда он сделал через уши, это вообще была отскорбой. Так, только их надо не запачкать. А может, ты сюда встанешь? Здесь будешь показывать. Мне кажется, здесь видно будет. Сейчас я вот так. Чтобы их в еде не запачкать. Я сама уже встану. Так, смотрите. Это, правда, сборная часть. Давайте я помогу. Вот такие наклейки будут. Это ноги единорога. Да, это вот, ну, не знаю, что это. А вот попа единорога. Попа единорога. Так, давай, чтобы не запачкать еди. Сейчас она вам следующий покажет. Да. Особенно мальчик, как это? Да. Давай. Так, это надо собрать будет. Это большая картинка будет. Молодая. Да, вот тут звездочки, сердечко со скружкой, лицо. Ну, это тоже что-то. Вот так. А это туловище идет. Так, и вот у меня еще плюс. Вот такие перышки. Вот. Держи. Держи. Перышки, напись, полочка с бриллиантом, тоже со скружками. Со скружками сердечко, звездочками. С самолетиками. А? С самолетиками. А, да, кстати, синий самолет туда. Еще не идея. Я рассказываю, что у кого будет не рождение. А, расскажем. Ну, и вот. Когда будет не рождение деловаться у... Двенадцатого. А. И в двенадцатого у папиного папа, папиного Артеменова. Это его зовут Деревова, ну, это папа его. Ну, они вместе с папой не живут. Угу. Картофу сюда поднимем. Мм. Крешку, как обычно, запекал. По большей паприке. Будет вот такая она. Ну, и ведро салата. А это обязательно глянди. Ну, это вкусно. Салат это вообще... А? Тут невкусная готовка. Зачем ты на пол кидаешь? Никогда. Она не упала. Здесь авокадо. Червики, два орешка. А, честно, я наелась. А, да, да, да. Что еще сделал мне Артедон? Давай, смотри. Артедон поменял мне дизинке. Мы пока ничего не заплатили. Непонятно. Вошло это в страховку или что. Или потом... Когда я приду забирать капу, просто у нас в России такая консультация, что денег-то пришел. Неважно, что там с тобой сделали. Просто поговорили или что-то сделали. Ты платишь деньги за прием. То есть, за прием и то, что с тобой сделали. Здесь мы ничего не заплатили. Не за прием. Хотя Артедонт, ну, вроде как бы, не входит в... Дантийс ходит в страховую. Ортедонт, походу, нет. В России у нас тоже Артедонт не входил. Ну что, вы знаете, как было? Я удаляла два зуба. Первый зуб я удалила по страховке. Потому что направление было от Артедонта. А в том, что тебе дает Артедонт и делал с тобой Артедонт, страховка не покрывается. И второй зуб вот не удаляет четыре с половиной тысячи рублей, мне платили. Второй зуб мне уже подсказали. Чтобы, ну, страховая одобрила удаление зубомудрости, нужно, чтобы это же направление было не от Артедонта, от обычного врача-хирурга. Ну, либо стоматолога, либо хирурга. Это же вам хирургу вот так-так. Все. Страховая мне одобрила. Второй зуб уже удаляла я по страховке. Хотя первый тоже могла по страховке. Видишь, я не прогуляла в садик. Нос заложен, мне решили не пойти. Хотя здесь дети могут приходить в садик до короны. То есть не прийти в садик можно было только, если у тебя там температура больше 37,5. Так можно было, потому что если у ребенка 37,1, 37,2, 37,3, можно было привезти ребенка. кашель можно было, сопли можно было прийти. Ну, я так смотрю, так и водят, кстати, с таким состоянием детей. Много сопли в группе. Огонь. Ну, мы не пошли. Давайте у него и козолам посидим. М-м-м. Что-то я, наверное, сейчас наелась. Салфетки тут, салфетки, картошка. Ну что, жду вас на следующем мукбанке. Мама прожевала. Мышка там пробежала. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok